Александр находится в санатории Волга неделя. Мужчина проходит курс реабилитации после осколочного ранения, который получил в зоне СВО. Довольно полностью. Даже лучше, чем думалось. У меня устраивает все хорошее лечение. Быть как на меня вообще великолепный, хороший. А здесь рай. День раненых бойцов начинается с вкусного завтрака. В меню легкие салаты, горячее блюдо. Три раза в неделю пациентам полагается красная икра. Два раза – слабосоленая рыба. Каждый день – овощи, фрукты, соки. После завтрака военнослужащие отправляются на восстановительные процедуры. Наши врачи все абсолютно прошли обучение в медико-психологической реабилитации ВМА имени Кирова. У нас в штате есть и кандидаты медицинских наук, и врачи высшей квалифицированной степени. Штат очень большой. Клинический санаторий «Волга» – самый большой среди подобных учреждений, входящих в состав Министерства обороны России. Он имеет богатую лечебную базу. В зале механотерапии и интенсивных технологий занимаются пациенты с травмами спины и конечностей. Здесь у нас представлена аппаратура, которая разрабатывает верхние и нижние конечности, разрабатывает координацию, вырабатывает стереотип хождения. То есть все процедуры назначаются пациентам для реабилитации, чтобы они могли спокойно вернуться в строй здоровые. На территории санатория находится уникальный центр медико-психологической реабилитации. Военнослужащие могут получить здесь психологическую разгрузку, сделать бесконтактный массаж. В центре есть устройство для активной виртуальной реальности. Самарские медики впервые в России начали применять игровые технологии для реабилитации участников специальной военной операции. В целом программа для каждого пациента разрабатывается индивидуально. В нашем центре представлено уникальное оборудование как для диагностики психологического состояния. Это не только бланковые методики, которые используются всеми психологами, но и аппаратная диагностика объективного психологического статуса пациента. Проводится диагностика на аппаратах, которая позволяет определить на самом деле, какое психологическое состояние у пациента в данный момент, а не то, что он отразил на бумаге чисто его субъективное мнение о своем состоянии. В санатории во время реабилитации военнослужащие могут жить вместе с женами и детьми. Медики считают, что семья позволяет пациентам восстановиться быстрее. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.